Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лицкий историко-художественный музей приглашают на выставку восковых фигур Можно действительно принять многие фигуры За, именно, за живые Все для удобства клиентов Заказать музыкальное поздравление с фотографиями в программе «День варенья» и «Ваши поздравления» на канале Лида ТВ можно через интернет Держатели любых банковских пластиковых карт могут теперь воспользоваться данной услугой Это был анонс, а сейчас подробностей 45 делегатов от Лицкого района сегодня отправились в Минск, где завтра и послезавтра примут участие в 5-м Всебелорусском народном собрании На форуме с докладом выступит президент Беларуси Александр Лукашенко Ожидается, что глава государства в своей речи отметит итоги социально-экономического развития страны и его перспективы на современном этапе Обозначит проблемные вопросы и пути их решения Церемония открытия 5-го Всебелорусского народного собрания и выступления президента будут транслироваться 22 июня в прямом эфире по белорусским телеканалам и первому национальному каналу белорусского радио Начало в 12 часов Планируется, что Александр Лукашенко выступит с заключительным словом на закрытии форума 23 июня Оно тоже будет транслироваться в прямом эфире в период с 12 до 13 часов Телевизионная версия и доклада главы государства и наиболее ярких его выступлений и моментов Всебелорусского народного собрания Можно будет увидеть в вечернем эфире по белорусскому телевидению в среду и четверг, но они начнутся в 21 час К другим темам Состояние водоснабжения населения Лицкого района и выполнение государственной и районной программ по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 2011-2015 годы Стала главной темой заседания Лицкого районного исполнительного комитета В нашем регионе по их реализации проведена значительная работа Качество воды, хозяйственно-питьевых водопроводов в Лиде, Березовке и сельских населенных пунктах По микробиологическим показателям стабильно и отвечает гигиеническим нормативам На городских водозаборах Боровка, Дубровня, Южный, Березовка и водозаборах восьми сельских населенных пунктов построены и функционируют 21 станция безжелезивания Организации и владельцы хозяйственно-питьевых водопроводов, а это ЖКХ, сельхозпредприятия и торфабрикетный завод Детва Продолжают проводить мероприятия по улучшению качества питьевой воды и рациональному ее использованию По охране источников питьевого водоснабжения от загрязнения Вместе с тем в Лидском районе требуют улучшения качества подаваемой воды в ряде сельских населенных пунктов Водоснабжение Лидского района осуществляется из артезианских скважин Население обеспечивается доброкачественной водой, но имеется ряд проблемных вопросов Мы их озвучили сегодня И я надеюсь, что принялось грамотное решение, которое позволит в дальнейшем снять напряженность по воде в отдельных населенных пунктах И соответственно не будет напряженности, не будет жалоб и люди будут пить хорошую воду Реабилитационная комната для инвалидов-колясочников открылась в Лиде на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» Это первое в нашем городе помещение для силовых тренировок, адаптированное для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата Занятия здесь помогают им укрепить здоровье и найти новых друзей Оксана Банцевич о том, как в инвалидном кресле можно вести активный образ жизни Идея создания в Лиде реабилитационной комнаты для инвалидов-колясочников принадлежит руководителю Лидской межрайонной организации общественного объединения Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Александру Авдевичу Он на своем опыте убедился, что физкультура и спорт как средства реабилитации очень важны для людей с поражением опорно-двигательного аппарата Различные силовые упражнения положительно сказываются на их здоровье Инициативу Александра Авдевича поддержали в отделе образования спорта и туризма Лидского райисполкома И для ее реализации на безвозмездной основе выделили специальное помещение в спортивно-здоровительном комплексе «Олимпия» Разок Второй Билитация такая тема, что она после травмы восстанавливает какие-то у тебя дополнительные мышцы Какие-то помогают тебе легче переносить, быстрее социализироваться, сесть в коляску То есть это такой must-have, который колясочник должен уже иметь в каждый день И это все не дешево В реабилитационной комнате установлены специальные тренажеры Два вертикализатора, эспандер для колясочников, имитатор ходьбы и тренажер для спины Все они приобретены самим Александром или подарены ему Саша говорит, их достаточно, чтобы инвалиды-колясочники смогли полноценно проходить реабилитацию Здесь же в Лиде у нас, помимо того, что есть все такие же тренажеры Которые находятся в больнице республиканской реабилитации Ну, можно сказать, на процентов 70 все такие же тренажеры Плюс у нас есть подъемник в бассейн, в который могут свободно опуститься любой человек с инвалидностью Ну, соответственно, заезды, кафе, специальный туалет Ну, я считаю, что это один, наверное, из самых уникальных таких вот Причем бесплатных комплексов в Беларуси, да То есть где-то, не дай бог, что-то случилось Тебе не нужно искать никакие-то ответы Что мне делать, как мне заниматься Есть ребята, у которых есть опыт уже в этом Просто приехал в спортивный комплекс И полноценно тренировался, поплавал И делал это хоть каждый день Ребилитационная комната работает месяц Пока ее посещают лишь самые активные элитские инвалиды-колясочники А это человек 10 В Лидежи сегодня проживают 244 инвалида старше 18 лет Которые не могут обойтись без инвалидного кресла Еще 80 живут в Березовке и в сельской местности Александр Авдевич надеется, что большинство из них оценят его инициативу Березовчанин Артем Найдин уже пользуется тренажерами И говорит, чувствует, что занятия идут на пользу Очень классно приехать Стараемся каждые выходные Потому что позаниматься и не сидеть с семьей Я приезжаю с женой, с ребенком Мы идем в бассейн Нам все сделано бесплатно То есть доступно мы приезжаем К нам здесь все очень хорошо относятся Это безумно приятно Жизнь Артема Найдина кардинально изменила авария в сентябре прошлого года В ней он получил перелом позвоночника В результате молодой человек пересел с мотоцикла на инвалидную коляску Ниже груди все парализовало Шансы есть, буду заниматься Каждое движение дается нелегко Но результат считает еще один посетитель реабилитационной комнаты Евгений Онгур оправдан Молодой человек инвалид с детства Врожденные заболевания кости Несовершенный устой генез Не позволяют молодому человеку вести полноценный образ жизни Реабилитационная же комната для него Возможность не только заниматься физкультурой, но и общаться Здесь он встречается с друзьями и обретает новых Нужно бороться за то, что тебе нужно И получать свою жизненную позицию Которая тебе позволит быть настоящим членом общества И не бояться этого Как бывает многие инвалиды боятся После травм, после каких-то заболеваний тяжелых Или тоже инвалиды детства Они боятся выходить на улицу И чувствовать себя таким же, как все А это очень нужно Они могут вращаться в своем кругу И общаться на свои темы Которые, грубо говоря, недоступны нормальным здоровым людям И они могут поделиться своими какими-то проблемами И также получить дельный совет от более опытных товарищей Которые уже прошли школу жизни Александр Авдевич считает, что для людей с ограниченными возможностями Важно не замыкаться в себе, а общаться Он и сам не сидит на месте и других к этому призывает Чем больше коммуникаций, тем веселее ребята себя чувствуют Тем они быстрее приходят в себя Когда они попадают в такую же атмосферу Ну, собственно говоря, в одинаковые равные условия Общие интересы, значит, общие радости и общие проблемы Решать последнее сообща гораздо легче Поэтому Александр Авдевич хочет, чтобы, посещая реабилитационную комнату Инвалиды-колясочники улучшали не только свое физическое здоровье Но и получали моральную поддержку друг от друга Поддержка сегодня нужна и маленькому слонемчанину Савелию Змурщику Полтора года назад наши зрители помогли его семье Собрать деньги на операцию в Испании И исправить сложную патологию дыхательных путей Которая не позволяла мальчику самостоятельно дышать и есть Сегодня Савва все это делает сам и уже пытается ползать Однако мальчику предстоит еще долгая реабилитация И на нее нужны средства Мы теперь и кушаем, и дышим сами Но, конечно, еще он очень слабенький Потому что за столько перенес только 25 наркозов Столько у него было нагрузки И не всякий взрослый выдержит такую нагрузку И хоть и есть у нас много положительного Но это еще маленький лежачий инвалид Он еще не может ни сидеть, ни стоять Как говорится, не ползать Даже головку держит плохо Потому что, в принципе, у него скелетик обтянутый кожей Нет мышечной массы Очень нужна реабилитация Но мы все делаем для этого И друзья, и знакомые помогают Но все равно мы обращаемся еще к вам за помощью Кто неравнодушен, кто помнит нас Кто болеет за нас Кто сколько может, пожалуйста, помогайте Не бросайте нашего Савушку Он хороший такой мальчик Улыбчивый, радостный Мы теперь слышим его голосок Правда, еще мы не говорим Вот, видимо, даже на это нету сил Но все равно Доброжелательный И я думаю, это будет самый счастливый человек в мире Когда мы его поставим все вместе на ноги Острая пила, заточенный топор И профессиональное мастерство Все это было необходимо лесорубам Лицкого лесхоза Во время соревнований среди вальщиков Участие в них приняли около трех десятков Профессионалов своего дела из лесопункта И всех его 11 лесничеств За их работой наблюдали со стороны еще десятки Представителей не только нашего Но и Дятловского, Ивьевского и Островецкого лесхозов Затем, как рубили лес и куда летели щепки Наблюдал и наш корреспондент Анна Ядко Обрезка сучьев, раскрижовка комбинированным резом И точная раскрижовка, замена цепи и валка дерева Человеку далекому от лесного хозяйства Все это вряд ли о чем-то говорит Однако у участников соревнований среди вальщиков леса Ничто из перечисленного не вызывало вопросов Виртуозно справляться с бензопилой Вальщика леса бениконского лесничества Андрея Сомова научил отец Который в лесном хозяйстве работает более четверти века За это время он неоднократно занимал призовые места На подобного рода соревнованиях Опытом и секретами мастерства Владимир Сомов поделился с сыном Андреем А тот отлично применил их на практике В лесу, в основном, самое важное Это меры безопасности основное Необходимо, если дерево Оставлять линию распила Это то есть Два сантиметра дерева Надо оставлять, чтобы Дерево ушло бы по направлению Туда, куда ты хочешь ложить В основном, вот это весь секрет Потому что, если меры безопасности нарушишь Значит, будут довольно Последствия тяжелые Катастрофические, можно сказать Среди участников Тимбершоу Так называют соревнования вальщиков леса Были люди разного возраста Денису Юхнику из Лицкого лесничества И Ивану Чайковскому из Бердовского Нет и 24 лет А они решили попробовать свои силы Наравне с теми, кому за 40 по паспорту И за 25 по трудовой книжке Трехкратный победитель соревнований Среди вальщиков Лицкого лесхоза Генрик Мицко отмечает Подобное состязание способствует Профессиональному росту молодежи Повышается профессионализм у людей Мы учимся безопасной технике валки Управление обрезкой сучьев Монтаж, сепи Это все безопасно Это особенно хорошо молодым Молодые, они Учатся очень быстро Потому что в 90-х лет поколение Она старая валка, она не та Сейчас новые технологии, все новое Так что тяжело Старому человеку уже тяжело Молодым оно легче дается И на областных соревнованиях Посмотришь в лидерах В основном молодежь сейчас Они быстро поддаются учебе На лесхозских соревнованиях Да, тут чуть-чуть легче, чем на областных Ответственность за лесничество есть Хочется выступить как лучше За каждым движением вальщиков следили судьи Скорость и точность выполнения упражнений При выставлении баллов были на первом месте Особенно заработать можно было На обрезке сучьев и валке деревьев В последнем состязании Главное спилить дерево за три минуты Причем так, чтобы упало оно точно в цель На заранее установленные колышки Подготовка территории к валке леса идет заранее Определяется ли сосека, где она будет проходить И деревья для работы Они должны быть примерно равными По высоте почти одинаковой толщины И одной породы И еще нюанс Во время проведения этого этапа соревнований Немаловажную роль играют погодные условия Выбираем мы дни Стараемся выбрать дни с такой погодой Максимального безветрия Но сегодня наблюдаем, что достаточно сильный ветер Еще чуть-чуть и в принципе нужно было бы Закрыть сегодняшнее соревнование То есть при силе ветра более 11 метров в секунду Мы не имеем права находиться в лесу И тем более осуществлять валку То есть сегодня именно такой день Конечно до 11 метров в секунду мы не дотянули Но ветер сильный То есть вальщикам, участвующим в соревновании Приходится прикладывать весьма значительные усилия Чтобы удовлетворительно и хорошо выполнить упражнение валка дерева На этапе валки деревьев судьи оценивают Точность их падения, глубину подпила, длину недопила И еще обращают внимание на десятки других показателей Которые простому обывателю могут показаться мелочами Но именно от этих мелочей зависит качество работы и производительность труда Сейчас замеряем критерии соблюдения параметров спиливания дерева То есть глубину подпила замеряем Вот она 10 сантиметров Разницу высот между основным резом и подпилом замерили И сейчас ширину недопила Это не просто какие-то там виртуальные соревнования, которые не дают никакого эффекта Здесь мы видим, чем более соблюдаются все параметры осуществления валки То есть я еще раз напомню, что после шахтеров Вальщик леса это вторая по опасности специальность в нашей республике Да не только в нашей республике То есть хорошие параметры, хорошие показатели в соревновании приводят к максимально возможной безопасности труда Потому что, как мы даже здесь на нашей картинке можем наблюдать Валить дерево весьма непросто и далеко не безопасно Триумфатор последних трех лет команда Вороновского лесничества в этом году уступила пальму первенства бенеконским лесорубам И взяла лишь бронзу Второе место заняли радунские вальщики леса А вот традиционный шуточный приз Ржавая пила, которая ежегодно вручается команде, набравшей меньше всего баллов Перешел к вальщикам Ваверского лесничества Они будут принимать соревнования в следующем году В личном первенстве лучшими вальщиками леса названы Андрей Сомов из Бенеконского лесничества Станислав Вороновский из Радунского И Максим Махнач из Лицкого Иван Чайковский из Бердовского лесничества Признан сильнейшим среди юниоров У них есть все шансы представлять Лицкий лесхоз На областных соревнованиях вальщиков леса Которые пройдут 8 июля в Сморгоне Лицкий историко-художественный музей Приглашает совершить путешествие на колесе истории Выставка восковых фигур Познакомят с крупными политическими деятелями Значимыми историческими фигурами Русскими писателями И вымышленными персонажами Тематические мизансцены Воссоздают наиболее известные фрагменты из их жизни Героев выставки увидела воочию и Мария Крушевская Сталин, Рузвельт, Черчилль, Ленин, Пушкин, Путин И многие другие не менее важные в истории личности Сейчас собрались под крышей Лицкого историко-художественного музея Восковых политиков, писателей, музыкантов и реформаторов Которые практически не отличаются от живых Привез наш город Санкт-Петербургский музейщик И исследователь японской культуры Владислав Фомин Асака Цель этого проекта это не только изучение Дополнительное образование школьников Изучение в лицах непосредственной истории И задача, наверное, показать немножко не те факты Которые известны, проходили в учебниках Где-то иногда читают в интернете И, наверное, нет То есть показать, чем объединены вот эти общие тематики Какую роль в жизни каждого сыграли женщины Потому что большинство представлено мужчин А это тоже основная задача Тема зависти, тема любви Наверное, дело в том, что мы же учимся История дана для того, чтобы нам учиться И на ошибках в том числе И какие-то положительные моменты Те, которые мы можем брать Технология изготовления таких двойников Весьма необычная Фигуры, которые мы привыкли называть восковыми Из воска состоят лишь на треть Из этого материала голова, шея и кисти рук Все, что под одеждой, из пластика Для максимального сходства с оригиналом Не только прорисовывается каждая морщинка, родинка или шрам В фигуре добавляются медицинские протезы глаз и зубов А натуральные волосы, усы и брови вживляются горячей иглой На изготовление одного воскового персонажа Уходит от 5 до 8 тысяч долларов Однако такие дорогие экспонаты, увы, недолговечны Эти произведения искусства могут разбиться от малейшего толчка Надо понимать, что выставка передвижная Поэтому где-то есть какие-то огрехи И она не стоит на месте Что очень тяжело для перевозки от мягкого воска Вот технология мягкого воска Здесь приблизительно половина фигур Сейчас это не делается совсем Не выпускается И осталось буквально два реставратора в Санкт-Петербурге Которые могут, в общем-то, еще реставрировать кисти И непосредственно лица Счастливые, но чаще печальные истории Из жизни знаменитых людей Многие из которых легли в основу произведений Литературы и кино Пример или даже ценностный ориентир Для людей разных поколений Именно такие и приходят на выставку восковых фигур Я не впервые на такой выставке Такая выставка уже была у нас в Лиде Но вот это меня впечатлило особенно Во-первых, мне понравилась тема Но все персонажи как живые Поэтому впечатление очень большое Я советую всем эту выставку посетить Мне понравилась очень выставка и Пушкин Можно действительно принять многие фигуры За именно, за живые существа Которые вдруг из истории прям вошли к нам Хочется кому-то поклониться Хочется кому-то пожать руку И хочется ехидно иногда улыбнуться кому-то Но я рада, потому что фигуры выполнены на высоте Рада, что вот эта выставка Я неоднократно была кое-где на выставке В Крыму была Но здесь не хуже Как отмечает организатор выставки Владислав Фомин Асака Гастроли восковых известных людей завершатся в Лиде Дело в том, что эта коллекция была создана порядка 10 лет назад При транспортировке из России в Беларусь Одна из фигур разбилась в дребезги Поэтому в дальнейшем решено экспонировать выставку только в Санкт-Петербурге Однако у уличан есть время увидеть знаменитости в своем городе Выставка «Колесо истории» будет работать до 18 июля Все для удобства клиентов Заказать музыкальное поздравление с фотографиями в программе День варенья и ваши поздравления на канале Лида ТВ Каждый может, не выходя из дома Для этого необходимо зайти на сайт Лидского телевидения Здесь заявка и оформляется, и оплачивается Заходите в раздел «Заказ онлайн поздравлений» Скачиваете бланк, его заполняете, добавляете фотографии Наши сотрудники отправят вам ссылку, по которой вы можете оплатить ваш заказ С помощью веб-пэй, либо через систему ЕРИП Держатели любых банковских пластиковых карт могут теперь воспользоваться данной услугой Услуга и заказ музыкального поздравления через интернет Могут воспользоваться как жители нашего региона, так и близлежащих Напомним, программы Лидского телевидения можно смотреть на территории Щучинского, Вороновского, Ривиевского, Дятловского и Новогрудского районов Жители этих районов заказать музыкальное поздравление могут и в местных отделениях почтовой связи Наш выпуск завершен, однако эфир Лидского телевидения продолжается Не переключайтесь, и вы получите еще много полезной информации Я же прощаюсь до завтра Встретимся в 19 часов До свидания Редактор субтитров А.Семкин